Приветствую вас! Давайте я попробую ответить вам на ваш вопрос, который вы задали. Значит, отвечая на вопрос из заголовка, сразу скажу так. Чтобы строить отношения с мужчиной, которым всё время занят, в первую очередь нужно принять его занятость как таковую и, по сути дела, смириться. То есть, если вы, грубо говоря, принимаете тот факт, что мужчина всё время занят и встречается с вами только когда у него есть окно, то в этом случае вам нужно просто стать частью его жизни. То есть быть с ним, поддерживать его, помогать ему в чём нужно. То есть, грубо говоря, активно включиться в его, как бы, образ жизни. Вот. А по-другому, по-другому, ну, наверное, никак. Потому что, видите, мужчина говорит, что вы ему не безразличны. Видите, мужчина говорит, что вы ему нужны. Но при этом он отводит вам определённую роль только в своей жизни. И здесь вы сами догадываетесь, что будете давить, будет плохо. Будете отдаляться, будет, в принципе, тоже плохо, потому что мужчина просто перестанет с вами общаться и всё. Поэтому, если вы хотите быть с мужчиной, который занят, то нужно просто становиться частью его образа жизни. То есть, грубо говоря, устраиваться как-то к нему на работу, значит, быть к нему поближе, пересекаться с ним, помогать ему и так далее. То есть, если у человека идея, идея такая, что он занимается своей жизнью, воплощает её, тем более творческий человек, да, артист, вот. То, понимаете, это же своего рода такая мания, это своего рода постоянный поток, это творчество, это спонтальности. Человек ничем не готов ради этого шерстывать. Если вы принимаете своего мужчину, принимаете то, что он такой вот творческий, такой человек искусства, то вы просто становитесь частью этого искусства, становитесь частью той среды, в которой он работает и всё. Вот, если, конечно, с его стороны это не манипуляция. Далее, значит, работа для него на первом месте, ну, значит, это его выбор. По моим наблюдениям, он нарцисс. Ну, я не совсем понимаю, зачем вы написали то, что он нарцисс, да, то есть, какой целью вы это написали. Могу сказать про нарциссов только то, что они склонны обесценивать всё вокруг себя, ставят себя на первом месте, но в действительности они как раз таки обесценивают себя, а всё вокруг ставят на первое место. Если вы это поймёте, если вы сумеете прочувствовать это и сможете повышать самооценку мужчины, когда ему это нужно будет, ну, то есть, вот, в критический момент вы будете говорить, что он самый лучший, что у него всё получится, что он лучше всех и так далее, вы станете для мужчины незаменимой. Так, значит, отвечает на инициативу, говорит, что хочет общаться, что я ему не безразличен, но у него нет времени даже на сон. А это правда, что у него нет времени даже на сон? То есть, есть вероятность, что он вас обманывает. Далее, значит, после очередных моих психов взял меня на съёмки, чтобы я посмотрел, как он проводит время. Так, ну, я полагаю, что здесь нужно разбираться с причинами психов, вот. То есть, психи это что? Это чрезмерное значение мужчины для вас. Психи это ревность, то есть страх одиночества, то есть непринятие себя. Психи это неуверенность в себе и сравнение себя с другими людьми, да, в частности с другими женщинами, может быть, и так далее. И вот с этими моментами вам самой уже нужно разбираться. То есть, психов быть не должно. Рядом с ним должна быть либо уверенная в себе женщина, которая точно знает, чего она хочет и этим восхищает мужчину, либо полное подчинение с вашей стороны ему. Других вариантов не дано. Но в том и в другом случае есть четкое понимание того, чего женщина хочет. Вот. И как бы есть совпадение, да, совпадение того, чего хочет она и того, чего хочет он. А психи это ваши собственные как бы проблемы, это ваши собственные конфликты, страхи, переживания, понимаете. И мужчина не будет это терпеть, если вы будете проявлять. А вы, скорее всего, будете проявлять, потому это ваш мужчина, публичный человек и полностью вашим он никогда не будет. Ну, по крайней мере, пока работает артистом. Поэтому я рекомендовал бы вот эти психи выделить, да, и поработать с ними отдельно, с психологом. Дальше. Значит, взял меня на съемки, чтобы я посмотрел, как он проводит время. И как вы ничего не написали, но вот он проводит время, и как он проводит время, что вы там увидели, какие ваши впечатления. На каждый теплый мой смс отвечает тем, где он сам никогда не пишет первым. Я полагаю, связанно с тем, что изначально вы так себя поставили, то есть что вы постоянно проявляете инициативу, понимаете. То есть как бы вы приучили мужчину к тому, что он вот все время получает от вас только. То есть вы приучили мужчину к своей инициативе. Не знаю, может быть вы знали, что он никогда инициативу проявлять не будет, и поэтому проявили ее. Но у вас, понимаете, вас должна устраивать эта позиция, что вы проявляете инициативу сам. Если вас не устраивает эта позиция проявления инициативы, то, скорее всего, именно этого мужчину уже не переделать, потом привык. Он будет постоянно вас склонять к тому, что вы продолжали проявлять инициативу. Иначе для него это уступка, а для нарциссы, как вы говорите, это абсолютно неприемлемо. Далее, встречаемся редко, когда у него появляется окно в плотном графике. Значит, ну, опять же, опять же, опять же, понимаете. Встречаемся редко, когда у него появляется окно в его плотном графике. Вот мне каждый вопрос, а любит ли он вас? А если он вас не любит, зачем вы тогда с ним? Для чего? Так, помогите, как изменить ситуацию, пока я все не испортила. А что вы можете испортить и чем это обусловлено? Это ваши психи могут все испортить. Может быть, тогда имеет смысл сперва с психами поработать, чтобы вы не боялись испортить, а уже потом менять ситуацию. Уже потом стараться ее корректировать. Уже потом, будучи свободной, свободно делать выбор. Вам так не кажется? Потому что вы с проблемой, с причиной проблемы, с первопричиной работать не хотите. Вы не хотите работать с причинами своих психов, например. Вот. Значит, помогите, как изменить ситуацию. А какую ситуацию вы хотите изменить? То есть вы хотите изменить что? Чтобы мужчина больше времени с вами проводил? Ну, тут как? Либо гора идет к Магомеду, да? Либо Магомед горя. То есть либо вы становитесь значимым для мужчины, то есть занимаете в его жизни то место, которое у него пустует. То есть, например, ждете его дома, постоянно там, как бы, встречаете его тепло, там, скружаете его заботой лаской, чтобы он узнался в этом. Либо, как я уже говорил, вы становитесь частью его образа жизни. Других вариантов тут попросту нет. Так. Значит, очень хочу быть с ним, как себя вести. Ну, примечательно, что вы не говорите о том, что любите его, вы говорите просто, что хотите быть с ним. Зачем? Почему? Для чего? Непонятно. Понимаете, если вы его любите, то вы будете довольны тем, что он просто счастлив. И будете делать все, чтобы он был счастлив. А если вы хотите что-то для себя, то есть я хочу быть с ним для того, чтобы мне что-то было, да? То это уже ваше желание и с ним нужно работать отдельно. То есть нужно отграничить одно от другого. Понимаете? Ну, например, вы можете бояться близких отношений и специально выбрать такого мужчину для того, чтобы страдать и чтобы не иметь по-настоящему близких отношений. То есть вы подсознательно избегаете близких отношений и выбираете те отношения, в которых вы не близки с мужчиной эмоционально. Вот. Вы можете выбирать мужчину, который относится к вам так, потому что вы считаете, опять же, подсознательно, что они достойны большего, не достойны другого. Понимаете? И таких вот предположений можно еще сделать очень много. Поэтому, когда человек говорит, я очень хочу быть с ним, то он говорит, я хочу быть с ним. Но это человек говорит о себе, о своих желаниях. И свои желания вам нужно реализовывать самостоятельно. Понимаете? За желанием семьи, за желанием детей, за желанием быть любимой и любить, кроются другие желания. Понимаете? Например, потребность в признании, потребность в принятии себя, потребность в том, чтобы в другом человеке найти то, чего нет у вас. То есть как бы заполнить то, чего не хватает вам. Вот. И по сути дела, сейчас вы не свободны в своем выборе. Сейчас вы не свободны. Вы боитесь его потерять, вы боитесь его испортить. Вы очень зависимы. А зависимый партнер не может быть привлекательным для другого партнера, если только другому партнеру не нравится полное растворение в нем. На мой взгляд, это не нравится никому, даже нарциссу. Поэтому я предлагаю сперва поработать над личностным ростом. Да? Выйти из состояния жертвы. И уже потом сознательно решить, с чего же вы хотите. То есть сперва удовлетворить свои базовые потребности. Сперва выйти из этого зависимого состояния. И уже после этого выбирать, хотите ли вы быть с ним, если да, то для чего и так далее, 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 и так далее. Вот. Потому что нельзя строить отношения с человеком только на основании того, что вы хотите быть с ним. Ну, нельзя. Ого. Как себя вести? Вести себя нужно с достоинством спокойным, с пониманием. То есть если вы знаете, что мужчина действительно очень занят, то, значит, вы, опять же, без потери своего достоинства предлагаете ему встретиться и встречаетесь только тогда, когда у него есть возможность. При этом вы не воспринимаете это на свой счет. Не воспринимаете это как личное оскорбление. Вы воспринимаете это как реальность. То есть не нужно воспринимать на свой счет. А в вашей психике, как раз, это то, что вы воспринимаете на свой счет поведение мужчины. Вот такой вопрос. Вы же знали, на что соглашались, или нет? Или вы рассчитываете изменить мужчину так, как удобно вам? Это совсем уже другой момент. Вообще, сказывается такое ощущение по тексту, что вы очень-очень взволнованы в растрепанных чувствах. Вот. Я предлагаю вам успокоиться сперва, да? То есть либо повстать, либо как-то сбросить напряжение. Вот. Потом спокойно с психологом поговорить по поводу ваших психов, по поводу ваших страхов. По поводу эмоциональной составляющей того, почему вы оказались в этой ситуации вообще в целом. И, значит, для себя самой эту ситуацию разрешить. То есть есть мужчина, есть я, а я не уверен, что с мужчиной я буду, и не уверен, что мы вообще с ним проживем вместе, да? Что мы будем встречаться, что мы будем парой. Вот. Соответственно, что я буду делать, если мужчина со мной не будет? Вот это первое, о чем нужно подумать. Это позиция победителя. А вот позиция пока не победителя, неудачника. Потому что вы даже не допускаете тот факт, что вы можете быть без него. А если человек не допускает такой факт, он, как правило, и оказывается в том, чего не допускает. И в результате разочарования, в результате боли и так далее. Но надо сказать, что подсознательный человек к этому и стремится. И вот это вот первое, что вам нужно сделать. Расширьте свое восприятие. Расширьте свой кругозор, да? И сделайте шаг навстречу собственной свободе. То есть, чтобы, если вы решите быть мужчиной, это было осознанное, взрослое решение, основанное на том, что вы для себя видите правильно. Но чтобы ваша собственная удовлетворенность, ваш собственный комфорт не был в зависимости от этого мужчины. Понимаете? Вот это будет правильно. И тогда и мужчина будет доволен, потому что с ним будет женщина достойная. И вы будете довольны, потому что с вами будет мужчина, которого вы будете воспринимать именно как партнера. А не как вот сейчас вы воспринимаете его, я не знаю, как идола, например. Вот, я думаю, что так вам можно ответить на ваш вопрос. То есть, никаких универсальных рецептов по поводу того, что писать и что говорить, нет. Понимаете, ваши психи, они не закончатся, если вы будете жить с мужчиной. И даже если вы будете с ними работать, даже если вы будете рядом. Потому что ваши психи происходят из вас. Из вашего восприятия себя, окружающего мира и людей. И сперва нужно менять это, потом уже всё остальное. Значит, вы можете просто предложить ему сейчас, значит, просто спросить. Я могла бы тебе как-то помочь в том, что ты делаешь? Могла бы что-то сделать для того, чтобы твоя деятельность была лучше? Могла бы как-то поддерживать тебя, что-то ещё? Вот. Ну это так, на будущее, сейчас этого делать не нужно. Понимаете? Вы сейчас слишком эмоционально вовлечены. А чрезмерная эмоциональная вовлеченность, она только вредит. Вот. Надеюсь, что вы с пониманием отнесётесь к моему ответу. Надеюсь, что вы увидите в нём мою мысль, которую я хотел донести. А моя мысль заключается в том, что вы подвергаете опасности себя во имя того, чтобы быть с другим. Но подвергая опасности себя, вы подвергаете опасности и другого человека. И другой человек это чувствует и с вами никогда не сблизится в таком случае. И возникает вопрос, вы хотите иллюзию близости или настоящей близости? Если настоящей близости, то для этого нужно самой быть готовой быть в этой близости. Близости. Понимаете? Вот. А до этого нужно определённая работа. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. С Бургами Яд и Игорь Когр и Филов Парает оцар investor на юр Вольф